В октябре 17-го года вы были бы за большевиков или за белых? Я подозреваю, что я был бы за эсеров, скорее всего, но потом, наверное, тендировал в сторону большевиков. Почему так? Ну, потому что партия социал-революционеров предлагала достаточно плотную политическую программу реформирования, но, однако, из-за известной степени интеллигентности не смогла с этим справиться. Большевики, конечно, с этим справились значительно лучше. Да, но в любом случае во время гражданской войны я был бы в рабочей крестьянской Красной Армии. Наверное, все-таки за царя. Я бы уехал. Я был бы за большевиков и за красных, потому что моя жизнь прошла при Советском Союзе, при большевиках, при коммунистах, и мне, в принципе, в прошлом больше плюсов, чем минусов. Давайте за коммунистов. Короче, как мои родители за коммунистов, согласны, так и я. Мой муж был бы за большевиков, да, я была бы за мужа. Мне кажется, что за белых. Не знаю, может быть, просто фильмы больше смотрел не про то, какие они доблестные эти красные, а про то, какие они плохие. Бог его знает. Это просто личное убеждение, составленное на основе, скорее всего, творчества чего-то. Мне кажется, такую же позицию, как и сейчас занимала бы, нейтральную. Я была бы за большинство. Ну, то есть, если большевики сильнее, я, наверное... Не за тех, не за других. Я думаю, что при моем воспитании я была бы за большевиков, а при моем уровне мышления сейчас, конечно, я была бы за белых. Но то, что Великая Октябрьская социалистическая революция – это величайшее событие в жизни нашего государства, это однозначно. Оно, в конце концов, сохранило империю в другом виде, еще более мощным, чем получили из рук слабого царя. Тогда я была бы за большевиков, потому что у меня предки нищие, гладранцы. А сейчас я была бы за белых. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!